Всем привет! В эфире все и сразу! В ближайшее время вы проведете в компании не просто студентов филологического факультета, а обладателей специальных титулов. С вами Мисс ВГУ 2017 Мария Соловьева и мистер ВГУ Александр Пацай. А значит программа сегодня будет горячей и романтичной. В этом году наш любимый альмаматор исполнилось 107 лет. Внушительный возраст и повод для гордости. Саша, ты подготовил подарок ко дню рождения ВГУ? Конечно, я и есть главный подарок. Дорогой университет, желаю тебе поменьше самовлюбленных мистеров и побольше талантливых студентов. А о том, как прошел невероятно праздничный день и церемония вручения специальной премии доцента Дистимус, узнаем в сюжете Анны Семеченко. Сегодня, 24 ноября, затувает свечи на праздничном торте мудрый, талантливый, современный и престижный, а главное, такой родной и любимый, Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. В свой день рождения университет с радостью встречает гостей и принимает самые искренние и теплые поздравления от всех сотрудников, преподавателей и, конечно же, студентов. А подробнее обо всем мы узнаем прямо сейчас. С праздником! ВГУ! С самого утра своего, 107-го дня рождения, именинник был осыпан трогательными и душевными поздравлениями. Самые горячие ребята, несмотря на морозное утро, провели под окнами университета зажигательный вокально-танцевальный флэш-моб, тем самым останавливая на себе взгляды прохожих. Я студент лучшего вуза, бесценные слова, ставшие самым роскошным подарком. Дорогой ВГУ, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо, что ты есть! Привет! Прецветай долгие года! Радуй студентов! ВГУ, с праздником тебя! Спасибо, что приняла меня таким, какой есть. Я рада, что в нем учусь уже третий год. Хочу, чтобы дальше факультеты развивались и творчески, и в научной сфере. Желаю этому университету преданных студентов, хороших преподавателей. С 1996 года моя жизнь связана с тобой, поэтому желаю тебе дальнейшего процветания, радости, успеха и замечательных студентов, и прекрасных преподавателей. Хороших студентов, таких как мы. Родной университет. От всей души поздравляю тебя со 107-летием. Я поступила сюда в 1995 году и до сих пор не жалею об этом, а надеюсь, что и своих детей, и всем буду советовать поступать только в этот университет. Чтобы наш вуз также процветал, и чтобы студенты радовали своих преподавателей, а преподаватели также продолжали свою профессиональную деятельность. Потому что мы, студенты лучшего вуза, вместе генерируем успех. Вот уже как 7 лет наш университет перешагнул вековой рубеж. 107 непростых, но успешных лет созидания в сфере образования. В свой день рождения ВГУ не только принял поздравления, но и сам наградил подарками лучших из лучших во время вручения специального приза доцента Дистинус в области образования, науки, спорта, творчества и общественной деятельности. Со сцены ВГУ были названы имена победителей в номинациях за вклад в развитие волонтерского движения, молодежного научного движения, студенческого спорта, патриотического воспитания, искусства и культуры. Была раскрыта интрига, кто же стал обладателем званий студент года, талант года, лучший специалист года, лучший руководитель структурного подразделения, проект года и, конечно же, лучший преподаватель. Лучшей гуманитарной кафедрой ВГУ-2017 была признана кафедра прикладной психологии, лучшей, естественно, научной – кафедра химии. Очень приятно сегодня стать номинантом в премии за вклад в развитие искусства и культуры. Это, конечно же, встает новый заряд на новые какие-то успехи, на новые начинания, на новые проекты. И я надеюсь, что в следующем году наш факультет художественно-графический покажет лучшие результаты и будет награждена тоже и лучшая кафедра, и лучший отдел. Поэтому всем огромное еще раз спасибо. И в этот праздник хочется пожелать всем здоровья, творчества, креатива и, конечно, любви. Я могу сказать, что Витебский университет за достаточно короткий срок стал для меня родным вузом. И, наверное, это потому, что здесь работают люди, с которыми мне комфортно. Так вот, переходя уже непосредственно к награде в этот торжественный день, я могу сказать, что, конечно, ее бы не было, если бы не слаженная работа сплоченного коллектива. В этом коллективе, я могу сказать, огромное место занимают не только молодежь, которая безусловно талантливая, безусловно креативная, но также их наставники, их учителя, которые когда-то им заложили нужную платформу и нужный базис. Мы уверены, что для Витебского государственного университета 107 лет – это далеко не предел. Еще как минимум столько же веселых, увлекательных, порой трудных, но незабываемых лет университет будет радовать нас, наших детей и внуков, дарить свое тепло и заботу всем тем, кто хотя бы раз окунулся в этот мир науки, творчества и любви. Анна Семенченко, Андрей Юрченко, ТВУ. Областной этап республиканского конкурса «Студент года» в этом году прошел в стенах нашего вуза. Принимать лучших студентов в Витебской области – большая честь для всего университета. О том, как участники боролись за путевку в финал, узнаем в следующем сюжете. Умный, талантливый, харизматичный, интеллектуально развитый, находчивый, артистичный – возможно ли совмещать в себе все эти качества? Конечно, если вы претендуете на звание «Студент года». 10 ноября в стенах Витебского государственного университета состоялся областной этап республиканского конкурса «Студент года». Шесть представителей вузов Витебской области соревновались за путевку в следующий этап и демонстрировали свои лучшие стороны. В рамках конкурса также состоялся открытый диалог, проблемы и перспективы молодежного сотрудничества, на котором присутствовали гости из Смоленска, члены жюри конкурса и представители Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня мы будем говорить о том, что ждет витебскую и смоленскую молодежь в следующем, в 2018 году, какие совместные проекты у нас будут, и, соответственно, сегодня можно об этом узнать и запланировать свою жизнь на следующий год, куда можно съездить, где будет интересно, где побывать. Поэтому я надеюсь, что студенческая молодежь сегодня проявит активность. Самый интересный и крупный, наверное, это студент года, которому мы планируем в следующем году уже принимать участие. Сегодня мы приехали как зрители. Это фестиваль рабочей молодежи. В этом году мы тоже принимали участие на территории Витебской области как зрители, ну и в какой-то степени как участники. Но в следующем году уже будем как полноценные участники этого мероприятия. Студент года 2016 Дмитрий Куксо поделился секретом успеха с участниками мероприятия. На мой взгляд, тут вопрос, наверное, в собственном, во-первых, желании и стремлении к этой победе. В любом случае, это работа над собой, это постоянное самосовершенствование в тех вопросах, в которых нужно быть лучшим. И все-таки основной момент, я считаю, это ваша команда, которая вам помогает на протяжении всего этого пути, кто помогает вам и концептуально придумать ваше выступление, в принципе, на конкурсе, кто помогает исправить какие-то нюансы, сделать все очень красиво, здорово, интересно. Конкурсанты волновались за кулисами, готовились к выходу на сцену, а мы решили узнать, почему каждый из них считает себя достойной победы и каким видит идеального студента года. Студент года, по-моему, это в первую очередь прирожденный лидер, то есть это человек, который тянет за собой других людей, организует... Идеальный студент года — это тот человек, за которым могут пойти люди, и который сам будет рад пойти за кем-то, кто выше его и кто лучше его. Идеальный студент года, ну, он идеален во всем. Он идеален в учебе, он идеален в творчестве, он всегда делает все, как надо. Отзывчивый, добрый, уверенный в себе обязательно должен быть. У него все рассчитано, он делает все по плану, и который, конечно, успевает все в своей творческой жизни. Как мне сегодня сказал один очень хороший человек, мой главный козырь в том, что я шикарная женщина в красном платье, а судьи — мужчины. Самое тяжелое для меня — это ожидание. Вот, мне хочется уже скорее на сцену, скорее показать, рассказать о себе. Я хочу, чтобы со сцены люди услышали мой посыл, что нужно творить добро и что нужно действовать и стремиться к своей цели. Никаких козней не было замечено, все вполне дружеская атмосфера, как, в принципе, и всегда на этом конкурсе. Это были дни просто сумасшедшие, когда я до 10 часов сидела в университете, и я достойна этой победы. У меня самое главное — это участие, а не победа. Я просто рада, что я нахожусь здесь и получаю эмоции, я просто кайфую от того, что вот я делаю. Программа включала в себя конкурс видеороликов, конкурс-портфолио, самопрезентации, интеллектуальный конкурс и творческий номер. В этот вечер жюри предстояла нелегкая задача — выбрать лучшего из лучших. У каждого свой, наверное, набор сильных качеств, и это мы сегодня увидим. Но коль уж конкурс такой публичный и очный, то, естественно, немаловажно это все-таки харизма. И когда человек выходит на сцену, когда он начинает говорить в микрофон, уже становится зачастую понятно, кто сегодня из студентов будет сильнейшим. Таким людям превращаются некие по маркетам в проектах и так далее. Но мы постараемся судить очень беспристрастно, очень честно и сделать так, чтобы победил действительно сильнейший. В номинации «Обаяние» победила студентка МИЦО Вероника Басакова. Диплом в номинации «Творчество» отправился Валерий Романовый Витебская государственная академия ветеринарной медицины. Третье место в конкурсе заслуженно получил Марк Сергеев Полоцкий государственный университет. Второе место разделили Александра Жаврит Витебский государственный медицинский университет и Кирилл Макаров Витебский государственный университет. Победителем конкурса и обладателем звания «Студент года» стал студент Витебского государственного технологического университета Руслан Новиков Очень приятно было поучаствовать в этом конкурсе Я, конечно, не ожидал Я был один из самых молодых участников Я хотел себя показать Ничего не наигрывать Показать всю чистоту, всю искренность Потому что я танцую И выкладываюсь на полную катушку У меня очень хорошие, потрясающие педагоги Которые вкладывают в меня энергию, сердце И я старался вдвойне отдать все зрителям Показать все, на что я могу И на все, на что я способен И я хочу достойно представить Витерскую область На республиканском этапе И надеюсь, что Витерская область объединится И выйдет валить за меня Спасибо, друзья Ольга Ханис, Андрей Юрченко, Андрей Храбченко, ТВУ Традиционным событием осень Стал День открытых дверей Мероприятие, на котором будущие студенты, а пока еще школьники Могут познакомиться с выбранной специальностью Узнать тонкости будущей профессии И всерьез рассмотреть перспективу обучения в ВГУ Как это было, узнаем в следующем репортаже В субботу 25 ноября в нашем университете прошел День открытых дверей И консультации по предметам централизованного тестирования И вступительных испытаний, проводимых в университете Абитуриентов 2018 года ожидали встречи с деканами и представителями факультетов Это отличная возможность получить квалифицированные ответы И определиться с выбором будущей специальности Сегодня у нас снова День открытых дверей Снова мы распахнули двери для абитуриентов уже теперь 2018 года Сегодня формат очень интересный Сегодня абитуриенты общаются со студентами Которые приготовили очень много интересного И концертную программу, и выставку И очень много ожидает сюрпризов еще на встречах с абитуриентов на факультетах Витебский государственный университет встретил в своих стенах несколько сотен пока еще школьников А в будущем студентов со всех уголков Витебской области и не только Почему абитуриенты выбирают наш университет, мы узнали у самих героев сюжета В ГУ это шанс получить дальнейшее образование после нашего педагогического колледжа Полоцкого Я хочу поступать на юридическое Эта профессия мне нравится Это моя мечта И я считаю, что она мне даст больше, чем другие учебные заведения Я выбрал ВГУ Машерова, потому что здесь училась не только моя мама, но и еще другие родственники В общем, здесь по специальностям, ну, как раз для меня все Я люблю информацию, связанное все с компьютерами, поэтому я собираюсь поступать здесь на информационные технологии Так как я сейчас учусь в Варшанском педагогическом колледже в ГУ имени П.М. Шерова И хочу продолжить свою учебу в Витебском государственном университете Так как я занимаюсь спортом активно, волейболом, легкой атлетикой Мне нравится сам город Витебск Я учусь в Полоцком пед колледже Это филиал Витебского университета И мне интересно, что здесь вообще будет Чем нас могут удивить И, в принципе, атмосфера Им интересно здесь побывать Честно говоря, мы уже не первый раз здесь Мы были в прошлом году Тоже вот в это же время На дне открытых дверей Очень понравилось Потому что насыщенно содержательно Много интересного И потом те консультации, которые детям даются По отдельным предметам В общем-то, тоже, я думаю, свою определенную роль Потом сыграют при сдаче ими централизованного тестирования Подготовка к экзаменам – волнительный и трудоемкий процесс Кто-то подходит к этому вопросу самостоятельно А кто-то посещает подготовительные курсы нашего университета Что значительно придает уверенности в прохождении тестов Я сюда хожу на курсы Специально подготовка Чтобы в дальнейшем учеба шла хорошо Преподаватели в колледже нам очень помогают в этом Обеспечивают литературу и так далее Но больше, конечно, упор идет на собственные силы Мы готовимся в колледже Мы будем сдавать госэкзамены То есть нам нужно сдавать вступительные экзамены Петагогика и психологии И наш колледж дает нам эту базу Хожу к репетиторам Учу ЦТ, ходила на РТ Ну, как бы подготовка идет по полному В общежитии нашего колледжа Сидим ночами, не спим, как обычные обыкновенные студенты Учим, все учим Английский язык на самом деле очень мне нравится И я хочу по жизни продолжать изучать этот язык Поэтому ты выбрал филологический факультет? Да День открытых дверей Ежегодное событие в жизни университета Будущие студенты могут не только ознакомиться с требованиями вступительной кампании Но также окунуться в атмосферу ВГУ Для всех гостей была организована выставка достижений вуза И праздничная концертная программа Это выставка исторического факультета Здесь мы показываем, так сказать, как мы находимся на археологических раскопках То есть мы тут поставили палатку Тут находится вот, ну, то, что находят на раскопе Тут длиняные горшки Инструменты, которыми пользуются при раскопках Также вот у нас имеется шлем рыцарский, да То есть меч, конфеты, если кто хочет, пускай берут Что-то вроде клада А так, в общем, все приходите на исторический факультет Будем ездить на раскопки, и это очень весело Чтобы абитуриенты могли определиться с выбором будущей профессии И узнать все тонкости обучения в ВГУ Администрация университета подготовила презентацию О факультетах, возможностях и о насыщенной жизни вуза в целом В нашем университете абитуриент, а точнее студент Может получить военную учетную специальность То есть еще дополнительную профессию Для того, чтобы можно было спокойно проходить службу Или в запасе в соответствии с законодательством Или поступить на действительную военную службу В качестве уже офицера Искренне желаем всем абитуриентам Меньше трудностей при подготовке И успехов на экзаменах Ольга Ханис, Андрей Кравченко, ТВУ Всем привет! Я нахожусь на съемках ТВУ Очень жарко стоять под софетами Все-таки непростая жизнь в медийного лица Саша, прости, а что ты делаешь? Я снимаю свой собственный влог, ведь сейчас даже у котиков есть свои собственные аккаунты в инстаграме И мне нельзя отставать А ты делаешь это ради профессионального роста или ради лайков? Я делаю это ради своих подписчиков Кто не любит ранним солнечным утром Полистать свежий выпуск газеты Послушать онлайн-радио Зайти на любимый ютуб-канал Или попросту Почитать новости в интернете Способов множество И сегодня мы узнаем Кто в топе Журналисты или блогеры И где, по мнению студентов в ГУ Спрятан самый вкусный контент Ребята, работаем! Это от того, да? Да? Вот! Ну Да, нет Ой Думаю просто, можно сейчас об этом вот это? Только вырежь это Нет? Ты такой, блин, надо шутка Оп, интернет, спасибо А многоходовочка, да? Я по стандарту отвечаю Это, короче, это все Не было Не было Дубль Вы кто? Какие средства массовой информации Выбираете вы для себя? Интернет Интернет Интернет-журналы Социальные сети Это актуальная информация абсолютно всегда Журналы в основном Вот Клянцевые? Да Социальные сети Я пользуюсь интернетом и всякими сайтами новостными Опять-таки сайты разных газет То есть это, мне кажется, более эффективно Сейчас удобно пользоваться именно онлайн Сердце ближе всего лежит к интернету То есть это твиттер, разные новостные порталы Такие как тотбай, онлайнер Я люблю читать комсомольскую правду Потому что она очень интересно описывает события И в доступной форме Нужна ли в СМИ цензура? Ну, считаю, что если Эта СМИ рассчитана на большое количество людей То определенно нужна Но если это как бы больше для себя этим люди занимаются Тогда можно избежать Цензура СМИ нужна Мне кажется, да Потому что нужно думать, о чем говорится, о чем пишется Просто если будут пропускать все Тогда уже начнется какой-то неадекватный переполох среди людей Если бы я издавала, например, какой-то журнал Цензуры бы не было То есть, ну, вообще Какой была бы ваша жизнь без СМИ? Ну, она была бы серой, скучной И угнетенной Ужасной Просто ужасной Ну, конечно же, нужно узнавать из интернета Из газет О том, что происходит в мире Нежели мы будем общаться между собой Потому что, ну, каждый человек будет добавлять что-то свое И будет получаться каша Ну, люди бы намного меньше знали о происходящем Знали бы только слов своих родных, близких, там, знакомых Я думаю, довольно приятные Потому что поток информации был бы минимальным Спокойный Ну, потому что, когда заходишь в наши средства массовой информации Ты читаешь новости и такой Что происходит в мире, господи? Есть ли плюсы в СМИ для молодежи и какие они вообще? Люди могут узнавать очень много информации Так же, как и для учебы, для своего личного опыта Разные позиции, разнообразие взглядов Плюсы есть, конечно Ты узнаешь что-то новое Всегда в курсе каких-то событий Просвещение Пропаганда здорового образа жизни Спорта и так далее То есть, опять-таки, СМИ влияет на мировоззрение людей В нашем университете это плюс Когда наша ТВУ снимает какие-то сюжеты для наших студентов Они могут узнавать новости о различных мероприятиях Которые проводились у нас в университете Что из университетских СМИ предпочтительнее для вас? ТВУ А какие из университетских СМИ? Подравились такие газеты, как «Шостый поверх» и «Мы час» Смотрю ТВУ новостную программу «Всё и сразу» И интернет-издание новое Я предпочитаю ТВУ, мне очень нравится смотреть Потому что всегда в курсе самых актуальных событий «Всё и сразу» Интернет-журнал? Конечно же ТВУ Любимая ТВУ Вообще, кто интереснее преподносит информацию? Блогеры или журналисты? Мне кажется, блогеры Потому что это всё доступнее, чем по новостным каким-то каналам Ну, потому что у журналистов это более сухой стиль А блогеры, ну, какое-то развлекательное что-то больше Блогеры общаются с людьми, можно сказать, на равных Это как будто бы друзья тебе рассказывают какие-то интересные новости Каждый преподносит по-разному Ну, я считаю, что желательно, чтобы у блогера было образование в сфере журналистики Я думаю, что журналисты, потому что это более профессиональные люди Поэтому они лучше знают, как это сделать А если бы вы ввели свой влог, о чём бы вы снимали? О чём бы я снимал? Ну, не знаю, скорее бы это был лайфстайл какой-нибудь Обо всём вообще, то есть, ну, как, что вижу, то снимаю Я бы, наверное, выбрал тему киберспорта и освещал бы какие-то проблемы или новости в нём Я бы, скорее, не влог бы снимал, я бы переводил, может, какие-нибудь научно-популярные вещи на русский язык О новых поэтах, о стихотворном искусстве Я, честно, уже, конечно, пыталась это делать года два назад, но мне ещё не получилось, конечно Об университете, о науке и о городах Беларуси Мой влог как... как не уныть в этом мире Не, я бы не был блогером, зачем мне быть блогером? Мне так хорошо живётся У вас есть уникальная возможность почувствовать себя в роли телеведущего, журналиста Представить меня зрителям и задать мне парочку вопросов каверзных Парочку каверзных вопросов? Разрешите поинтересоваться, как вас зовут? Ольга Войтова Познакомьтесь, это Ольга Я просто раньше был корреспондентом ДВУ Я хочу передать привет своим родителям А вот ваш оператор, который там находится, он вообще участвует в этом всём? Конечно, оператор морально поддерживает Хочу передать привет своим одногруппникам Если бы вы писали музыку, какой бы она была? Это, скорее всего, было бы что-то в стиле Виагры, либо Лены Темниковой Ну и вообще, всему университету Рядом со мной стоит журналист ВГУ Машерова И сейчас мы зададим вопрос Нравится ли ей её работа? Конечно, я нашла себя, я поняла то, что это действительно моё То, что меня увлекает, то, что придает мне огня в глазах И то, что действительно меня вдохновляет И заставляет меня пораньше просыпаться Потому что я такая Соня Вот вы и узнали мнение самого ведущего Ни для кого не является тайной, что пресса, радио, телевидение, интернет Оказывают огромное влияние на каждого из нас Поэтому я желаю вам с аппетитом поглощать только хорошие новости И исключительно из проверенных источников информации В ноябре на 10 дней наш университет охватила невероятная атмосфера эмоций и креатива Арт-Осен ВГУ масштабный фестиваль Который в этом году отметил свой юбилей Не оставив никого равнодушным За кадром остались бесконечные репетиции, бессонные ночи и работа слаженного механизма А то, что было в кадре благодаря ТВУ, мы сможем посмотреть прямо сейчас Десять невероятных, насыщенных фестивальных дней Арт-Осене ВГУ-2017 Подходят к своему завершению О том, кто же стал победителем и обладателем первого в истории университета Кубка Ректора Мы узнаем через несколько мгновений Пятый юбилейный фестиваль сохранил традиции, но и внес множество инноваций Впервые в стенах университета прошел конкурс грации творчества Мисс Дюймовочка Впервые в истории города объединенный конкурс Мисс и Мистер Оргкомитет фестиваля учредил переходящий Кубок Ректора, за который в каждом конкурсе боролись все факультеты На самом деле фестиваль прошел очень интересно, очень порадовал формат мероприятий Особенно Мисс Дюймовочка, Мисс и Мистер ВГУ Было очень интересно, были необычные творческие номера И я надеюсь, что в последующих годах будет все только лучше и лучше Довольно-таки неплохо, очень приятно, мне понравилось Очень много эмоций, это было очень ярко, запоминающееся И для меня, как для пятикурсницы, это оставит большой отпечаток на моей памяти об университете Каждый факультет представил очень интересное шоу В этом году это действительно было очень большое шоу Концерты просто такие, которых я еще не видел за свои пять лет и даже в магистратуре Хочется сказать, что большое спасибо организаторам этой недели Нам очень понравилось, все было прекрасно организовано Больше всего нам, естественно, понравилось наше выступление Мы реализовали себя в этом всем, показали, на что мы способны И надеемся, что вопросики рядом с нашими результатами будут наивысшими баллами Самый теплый зал, самый лучший зритель И поэтому приятно было участвовать в этом И успехов всем в дальнейшем Конечно же, для первокурсников это наилучшая возможность показать себя Поэтому у всех только самые лучшие воспоминания и эмоции от этого фестиваля Максимально замечательные Полный багаж впечатлений, как и положительных, так и немножечко отрицательных Потому что это был огромный труд, это была кровь, пот и слезы Но, тем не менее, это были и счастье, и слезы счастья, и прям радость, и улыбки Все было, все вместилось в эти полторы недели Итоги арт-осни 2017 были объявлены на торжественном закрытии фестиваля В конкурсе выставка «Территория студенчества» дипломом в номинации специальный приз жюри За отражение экологичной красоты белорусской природы был награжден биологический факультет Первое место разделили художественно-графический факультет и факультет математики и информационных технологий В конкурсе фотографий селфи с преподавателем дипломом в номинации специальной прежюри был награжден художественно-графический факультет. Первое место заслуженно получил исторический факультет. В конкурсе «Курс молодого студента» в номинации «Визитка» первое место занял юридический факультет. В номинации «Видеоролик» первое место разделили филфак, питфак и биофак. В общем зачете победителем курса молодого студента 2017 стал филологический факультет. Также талантливые первокурсники были награждены по различным номинациям. В общем зачете Международного студенческого фестиваля «Арт-осень ВГУ-2017» третье место заняло педагогический факультет, второе место — факультет математики и информационных технологий. Впервые мы учредили данный переходящий кубок, и два следующего года до осени 2019-го этот кубок с дипломом будут стоять в дипломе одного из факультетов. Хочу сказать, что абсолютным победителем фестиваля и первым обладателем переходящего кубка ректора с результатом 125 баллов за все конкурсные программы фестиваля, за все, за все, за все филологические... Это невероятно, это просто какой-то лучший сон. Кто-нибудь ущипните меня быстренько, быстренько... ...время вы были с нами, ваше ТВУ. Это были все новости, о которых мы торопились вам рассказать. Спасибо, что были с нами на протяжении всей насыщенной осени. Желаем вам предновогоднего настроения и огонька в глазах. Смотрите ТВУ, оставайтесь в курсе, до новых встреч!